Палки в колеса. Дистанционному образованию сегодня с утра вставлял электронный дневник. Он не выдержал натиска и слег в первый образовательный день. Поэтому сесть за домашнюю парту у многих школьников до обеда не получилось. Электронный дневник – это не единственная образовательная интернет-платформа, но самая популярная. И сразу перестроиться с нее на другие ресурсы смогли не все. Поэтому первый учебный день у кого-то был сорван. Пожалуй, быстрее других сориентировалась школа номер 7. Например, для учеников 8-го А-класса первое задание в классной группе ВКонтакте появилось уже в 8.34. После изучения теоретической части по видеоуроку нам дается практическая, в которой нам даются на заполнение какие-либо таблицы или же конспекты. Все понятно и очень даже доступно. В первый день обнажилось множество проблем в дистанционном обучении. На деле к нему оказались не готовы и учителя, и ученики. Например, выяснилось, далеко не у всех школьников есть дома компьютеры или ноутбуки. Не все имеют доступ к сети интернет, либо сигнал очень слабый. Учителям пришлось забыть наработанный годами опыт и перекраивать уроки. Их продолжительность сокращена до 30 минут. Объем же материала остался прежним. Экстренно педагоги начали искать новые формы работы, записывать видеоуроки, придумывать тесты и задачи. Во-первых, полностью перестроили тестовые, проверочные, самостоятельные работы, потому что мы понимаем, что ребенок не должен быть перегружен и работа должна быть на не более 15 минут. Поэтому пришлось полностью все переделывать. И эта неделя, которая была нам на каникулы дана, конечно, учителя занимались самообразованием и искали сайты, искали возможности. Видеоуроки уже накопили материал, чтобы с сегодняшнего дня уже дети могли как-то более в такой доступной форме искать новый материал. В связи с этим у родителей встал вопрос сосвоения материала. Они боятся потерять обратную связь. Ведь диалог между преподавателем и учеником превратился в монолог с экрана монитора. Особенно эта проблема актуальна для начальных классов. НОБР не дал. До школ спустили лишь рекомендации, где в общих чертах описали, как должен строиться учебный процесс. Поэтому вместе с учениками в режиме «Форсаж» учатся сегодня и педагоги. В каждой школе это происходит по-разному. Организация процесса зависит не только от учебной организации, но и от опыта и желания конкретного учителя. Елена Кермич, КотНьюз.